Отче, Вам слово. Традиция для Италии не просто не что-то чужеродное, а наоборот это неотъемлемая часть ее духовной культуры. То есть тот самый термин Великая Греция, как называлась Южная Италия еще в античности, он уже объясняет тяготение региона греко-язычному, культурному и духовному миру. Тем более, что целые области полуострова в течение значительных периодов времени входили в состав Византийской империи. Причем, если некоторые из них, например, Апулия и Лукания, они, хотя и входили в Византийскую империю, но церковная власть оставалась за римской папой, то, например, в Калаврии и в Сицилии со времен императоров иконоборцев она принадлежала константинопольским патриархам. Поэтому полноценная встреча восточной и западной духовных традиций на итальянской земле состоялась еще в раннее Средневековье задолго до разделения церквей. Например, в византийский период весьма заметным было литургическое влияние греческой церкви. Здесь мы можем упомянуть, например, о том же Патриархе Мефодии-Исповеднике, который был родом сицилийцем и писал гимнографические поэмы, посвященные местным святым. Например, Святой Луки и Сиракузской, знаменитая Санта-Лучия, она же мученица, мощь которой пребывает в Сиракузах. Целый ряд святых греческого происхождения в ту же эпоху прославился в лике преподобных. Это в первую очередь преподобный Илья Новый, Калабрийский, который был основателем целой росцепи монастырей. Также был гимнографом, кстати говоря. Впоследствии, чуть позже, такие святые, как Нил и Варфоломей Калабрийский, это самое начало второго тысячелетия, они тоже основали целый ряд монастырей, и в частности такой известный монастырь, как Гроттоферрата. Надо обратить внимание, что Нил, при том, что был представителем восточной традиции, он был в большой части, его очень уважали бенедиктинцы, у которых он одно время жил. И вообще можно констатировать, что духовные традиции, монашеские, восточная и западная, сосуществовали очень мирно. Более того, италийцы еще при жизни Афанасия Афонского прибыли на Святую Гору, и в X веке там был основан монастырь, это тоже довольно известный факт, который просуществовал до 1287 года, когда уже разделение церкви стало слишком очевидным. Тем не менее, вот итальянская восточная традиция монашеская, она, конечно, была очень сильна. Кроме того, не забудем о Кирилле и Мефодии, потому что рецепция вот этой восточной традиции, и в частности славянской традиции, многоязычия литургического, она была, в общем-то, так сказать, изначально именно в Италии. При папе Адриане II, как известно, была принята славянская литургия и отвергнута ересь трехязычия. И святые были не только в Риме, и не только в Риме проповедовали, но, например, в Венеции. Известен самый первый диспут о языке состоялся именно в Венеции. Но в эпоху Высокого Средневековья, естественно, постепенно, по мере потери византийцами своих владений, политического, своего веса в Южной Италии, начинает постепенно уходить и византийская и Иракия. Она постепенно вытесняется латинской. Сразу же оговорюсь, если не успею, так сказать, в этом кратком сообщении, что вытеснение не было насильственным. Просто постепенно происходила вот такая вот замена. Конечно же, папство, опираясь вначале на нормандских князей, потом на представителей, на королей Анжуйской династии и арагонцев, постепенно, постепенно вытесняло именно иерархию. Что касается духовенства, то оно продержалось, скажем так, до XVI века. Это были десятки, даже сотни общин, которые были разбросаны по вот основным областям Южной Италии и в Сицилии. И ездили руку полагаться они на восток, но при этом находились все время в подчинении римского понтифика. Вот такая вот ситуация, о которой я еще, если успею, скажу два слова. Триденский собор был главным водоразделом, так сказать, греческого присутствия, греческой литургической и вообще духовной константы в Южной Италии, поскольку он борясь, естественно, изначально с протестантами, он приводил к унификации и латинское богослужение. Очень многие латинские практики литургические исчезли в эпоху Триденской реформации или контрреформации, как она называется. И, увы, греки тоже подверглись, вот так называемые итало-греки, они подверглись тоже вот этой унификации. В частности, начал вводиться обязательный целебат для духовенства, что изначально, конечно же, не предполагалось. Но, вот именно во время Триденского собора мы имеем место уже с двумя составляющими присутствия восточного крестьянства в Италии. Во-первых, это вот эти самые итало-греки или автохтоны, которые присутствуют в Италии со второй половины, по сути дела, первого тысячелетия, ну, с конца первого тысячелетия, хорошо. И, во-вторых, с 15 века это феномен православного присутствия, то есть это греки, которые бежали массово, византийцы, массово бежали в итальянские пределы, в первую очередь в пределы Венецианской республики, но не только. Поэтому водоразделом в отношении римского престола к греческому обряду стал не Ферраро-Флорентийский собор, как можно подумать. Кстати говоря, на Ферраро-Флорентийском соборе была провозглашена равночестность обрядов, а именно Триденский собор, который вот начал закручивать гайки, если будем говорить таким языком, потому что, увы, католики просто боялись протестантского влияния, оно было наиболее опасно для них. В 1573 году была основана конгрегация по реформированию греков Италии, так она называлась, и тогда же она начала, вот так сказать, унифицировать греческие практики. И тогда, собственно говоря, латиняне почти ничего не знали о сравнительном литургическом богословии, к сожалению. Поэтому была попытка просто ввести это, как они понимали, в некое нормальное русло. Но параллельно с этим, те приходы Константинопольского патриархата, которые образовались вот в этих городах, как Венеция, Ливорно, Неаполь, Мессина, Бриндизи, Бари, Летче, они уже не хотели подчиняться римскому папе. И вот если мы уже перепрыгиваем здесь через целый ряд моих примеров, которые я хотел привести, но скажем лишь о том, что по мере того, как те южные приходы, да, уже мы не говорим о епархии, епархии были практически упразднены в 11-12 веке, но вот эти самые приходы, которых было очень много, греко и албаны язычные, то есть это были албанцы и греки, да, которые эмигрировали в конце, во второй половине первого тысячелетия еще, в то время как эта конгрегация по реформированию греков в Италии, она, так сказать, наложила на них свою длань, ситуация в Венецианской республике складывалась совершенно по-другому, потому что венецианцы были заинтересованы в этих новых греках, а эти новые греки, они уже знали, что такое лицо латинской церкви, они уже хорошо знали, чего стоят всякие обещания, они знали, что такое четвертый крестовый поход, они знали, что такое феррара флорентийская уния, это уже были не просто греки восточного обряда, это были уже самые настоящие православные, которые не хотели подчиняться римскому престолу. И вот конъюнктура сыграла очень удачно для греческой церкви, для православной греческой церкви, потому что в Венеции, именно в тот момент, Венеция противостояла римскому престолу, и таким образом греки сумели не просто построить там храм, не просто образовать там общину, но и добиться того, чтобы там была основана настоящая метрополия, полноценная метрополия Константинопольского патриархата, и что оказалось очень для них, ну скажем так, удачным, то есть промыслительным, безусловно, что первым метрополитом стал выдающийся богослов, апологет, метрополита Гаврил Севир, который сумел выстроить прекрасные дипломатические отношения и с властями придержащими, и тоже с римским престолом. Поэтому филадельфийская кафедра, как она стала называться, филадельфийская кафедра с резиденцией в Венеции, образованная в сердце римского католицизма, стала настоящей площадкой, настоящим рупором проповеди православной церкви в Италии, опираясь при этом на греческие школы Венеции и на Пудуанский университет, кузницу кадров всего православного востока. Итак, чтобы завершать, так сказать, мое краткое выступление, близ выступления, я хотел бы сказать следующее, что из представленного обзора видно, что византийская традиция в Италии была многовековой, и разделяясь на греческую и албанскую составляющие, имела два основных направления. Древняя, сложившаяся на канонической территории Латинской Церкви, и оставшаяся после ликвидации последних византийских владений в Италии в юрисдикции Рима, и второе, которое было представлено преимущественно греками-переселенцами после 1453 года. Отношение римской курии к христианам в восточной традиции было неодинаковым в течение Средневековья и Нового времени, что уже больше не повторяться, могу сказать, что постепенно правила в отношении итало-греков и итало-албанцев все более ужесточались. Наконец, в конце XVI века, после Триденского собора, был основан коллегиум святого Афанасия, была основана конгрегация по реформе греков Италии, и хотя сама эта конгрегация оказалась довольно недолговечной, она разделила навсегда две упомянутые ветви восточной традиции в Италии. Первая приобретает институциональную основу в рамках католической церкви, появляются епископы для рукоположения клириков, и образуются греческие и албанские епархии Юга Италии. Обращаю еще раз внимание, они до сих пор, кстати, существуют, две этих епарх. Обращаю внимание, что это не униаты в традиционном смысле этого слова, а христиане восточной традиции, которые находились в юрисдикции Рима уже с начала II тысячелетия. Вторая, находившаяся по преимуществу под защитой Венецианской республики, объединяла общины под непосредственным управлением Константинопольского патриарха. И это помимо Венеции, это Ливорно, Анкона, Летча, Неаполь, Бриндисе, как я уже говорил, и некоторые общины на Сицилии. Важнейшим достижением XVI века было основание филадельфийской метрополии, которая почти на полтора века стала цитаделью православия в противодействии и усиливавшую усыдавлению католической церкви. Благодаря религиозной политике Венеции, греки сумели сохранить церковную организацию в самой столице, в Далмации и на Ионических островах, вплоть до падения республики и окончания эпохи османского владычества. Ну вот, если говорить очень кратко. Спасибо, коллеги. Продолжение следует...